Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет о фаворитах. Что у нас сейчас? В общем, последнего месяца фаворитах. Может быть, даже больше, чем последнего месяца. Короче, фаворитов не так уж много, и какие-то из них уже были в фаворитах, поэтому давайте уже начнём. Давайте начну, наверное, с книжки, которую я сейчас читаю, от которой я без ума. Это Danish Girl, девушка из Дании, датская девушка, Дэвид Эбершов. Дэвид Эбершов. Ну, потрясающе. Я не знаю, кто смотрел фильм, наверное, знают примерно. О чём это? Обалденно! Это очень классно написано, это легко читать на английском. Мне это, я уже давно говорю, немаловажно. Копенгаген, 20-е годы, семья художников и мужчина переодевается в женщину. Ему это очень нравится, и он как бы понимает, что да, вот это вот то, что он, это как бы вот, это его жизнь. Именно вот в образе женщины. И вот 20-е годы, тот период, и как это всё приняла его жена, как она его поддерживает. Потрясающе. Потрясающая история, грустная, но очень пронзительно, тонко написана, с огромной любовью. Ну, необыкновенная. Необыкновенная книга. Почитайте, а потом посмотрите фильм, если вдруг не видели. Но если лень читать, то фильм тоже посмотрите. Фильм просто кайф. Очень хороший фильм. Всё. Про книжку всё. Мало читаю, нет времени, что-то... А, нет, 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 я читала ещё онлайн-книга Марьяна Романова «Мёртвые из верхнего лога». Лога. Это очень страшно. Ребята, если вы, если вы как бы боитесь, ну, если вы как бы боитесь читать книжки, ужастики, там, типа Стивена Кинга, то вам, наверное, она тоже покажется страшной, как и мне. Да, это же страшнее. Честно говоря, даже вот прям у меня и кошмарики были после неё. Ну, невозможно оторваться. Последний раз меня так впечатлила Мария Галина. Книга... Я говорила про неё, я напишу здесь. У неё тоже была очень такая подача необыкновенная и очень такая... Ну, очень трогает, ну, я не знаю, очень страшно мне было её читать. Мария Галину и вот эту, Марьяну Романову. Марьяну Романову я ещё прочитала «Мёртвые из верхнего лога», это роман. И ещё у неё там сборник рассказов, такие маленькие рассказы страшные, вот очень страшные. Некоторые рассказы про меня реально было вот дико страшно, дико. Я люблю так иногда побояться, но не часто, нет. Всё-таки Стивена Кинга я уже не читаю. Я закончила его читать, его ужастики, потому что он действует на меня очень... Он проникает в мой мозг достаточно глубоко, и я иногда несколько месяцев не могу прийти в себя, и меня мучают вот эти его образы, они меня преследуют. Я начинаю там себе придумывать какие-то такие параллели проводить. Я решила для себя, не надо, нет, зачем мне это нужно, не буду, не буду. Всё, с Кингом я завязала. А вот эти две русские писательницы, Мария Галина... О, Господи, как книга-то называется? Я её читала в том году, поэтому я оставлю список. И вот Марьяна Романова, и вот сейчас Дэнни Жгё. Окей, это что касается книг. Витамины. Все показывают витамины, все пьют витамины. Я не пью витамины никогда. Я считаю, что если правильно питаться, в общем-то, витамины можно не пить. Иногда можно пропить курс витаминов для волос, для ногтей и так далее. Но вот какие-то там отдельные витамины, не знаю. Я, видимо, пока не сторонник. Может быть, что-то меня сподвигнет. Я начну пить витамины. Но пока я периодически, мы с мужем пьём вот такие обычные витамин B и витамин C. Бывает марка ещё Бирокко. Самая такая знаменитая вообще Бирокко. Это Ориджинал. А, нет, Ориджинал – это вкус Ориджинал. Господи, я уже всё бланинка. Essential Health называется марка. Мы покупаем просто в супермаркете. Это вот такие таблеточки. Ну, знаете вы, наверное, вот такие вот таблеточки. Вы кидаете в воду, и они там так пшшшшш. И пьёте такая приятная водица. Ну, мне нравится. Витамин C, витамин B придаёт бодрости. Витамин C, он всегда полезен. Всё. Как-то вот с другими витаминами я пока не чувствую. Мне нужно вот прям пить. Может быть, я, конечно, ошибаюсь и состарюсь раньше из-за этого. Я не знаю, буду не настолько здоровой. Но пишите, пьёте ли вы витамины, и почему, и вообще зачем, и как. Окей. Следующее. Я открыла для себя просто потрясающий шампунь. В пустых баночках я покажу другой шампунь, которым я пользовалась. Который вообще мне категорически не понравился. Дорогой. А вот это Клоран. Марка Клоран. Я её уже показывала в своих, по-моему, пустых банках. Я периодически к ней возвращаюсь. Когда нет материальной возможности купить какой-то дорогой шампунь, там, как Кристоф Робен, например. Да, всё-таки ты не готов потратить 60 долларов вот так вот. Каждый там, не знаю, когда у тебя заканчиваются эти банки. Плюс я считаю, что волосам нужна передышка, нужно менять средства. Поэтому я периодически возвращаюсь к марке Клоран. Она аптечная марка, французская. У нас продаётся в каждой аптеке. Стоит 14 долларов австралийских. Ну, это, наверное, 15 неавстралийских. Ну, в общем, недорого. И обычно я брала с ромашкой. Ромашка для светлых волос приятный. Волосы после него такие и живые, и такие блестящие. Также я пробовала с манго у них. Тоже мне очень-очень нравился. Но у него очень яркий манговый аромат. Я как-то... Меня он поднапряг немножко. А вот этот шампунь с витамином В. Вот так вот он выглядит. Вот он такой тёмный. Этой девочке просто бомба. Это бомба. Для моих волос найти вот прям обалденный шампунь достаточно сложно. Да, Кристоф Робин это кайф. Это моя классика. Это мой мастхэв. Я его люблю. Но дорого. Вот чёрт возьми. Всё равно иногда бывает дорого. И плюс меняешь, да. Ты должен поменять. И вот я купила этот шампунь. Я настолько им довольна, что я вот решила вам его показать. Просто вот рекомендую. В пух и прах. У меня волосы тонкие. Не густые. Ну, такие они пышные. И то есть мне нужно что-то для объёма. Мне нужно как-то, может быть, их поддувать специальными средствами, да. Какими-то пеночками, что-то это. Но всё это лень. Это всё нужно укладывать. Я человек, конечно, в этом плане ленивый. А этот шампунь, он реально, он даёт объём, он обалденно промывает кожу головы. У меня достаточно жирные волосы у корней. И поэтому я в основном мою волосы или каждый день, или через день. Но уже если через день, то всё равно они под конец дня такие вот становятся какие-то блестящие, маслянистые. То есть ты их заправляешь или в хвост, или ещё что-то. Три дня смело с этим шампунем я хожу и могу забыть про мытьё головы. Это бомба. Для меня это находка. Потому что всё-таки каждый день голову мыть, во-первых, ну, холодно сейчас у нас. Ходить на улицу с сырой головой тоже порой не хочется. Фен я не люблю. Не хочется часто мыть голову. И вот это да. Это обалденно. Давайте я вам покажу поближе, как это выглядит. Обратите на него внимание. Если вот кто-то так же, как и я, ищет такой хороший шампунь для жирных волос тонких, вот это вам подойдёт. Я у Вики у своей, увидела у своей подруги. Она была, у неё были такие волосы. Я говорю, Вика, зачем ты моешь? Я просто знаю, мы с ней Кристоф Рабен очень любим. От него я не видела такого эффекта. Ну, на ней, по крайней мере. Она говорит, я вот таким вот помылась. Я пошла, сразу купила и в восторге. Куплю ещё обязательно. Дальше. Уход. Уход. Я сейчас... У меня закончилась моя умывалка от Drunk Elephant. Я сделаю обзор в этих пустых баночках, наверное. И я купила себе... Она очень такая мягкая была. Я купила себе Roche Passay. Roche Passay. Вот эту французскую марку, да. Тоже её буду показывать, но она ужасная. Она не промывала. Ну, она у меня наверху сейчас стоит. Не буду же я вам её показывать. То есть, чтобы смыть весь макияж, это нужно её возить, возить, возить. Потом мицеллярной водой ещё проходить. Потом ещё что-то. Я люблю, чтобы у меня была умывалка. Умыл. Всё. Вытер. И у тебя чистое лицо. Я не люблю вот эти вот многоэтапные смывания, мейкапа. Иногда, да. Иногда это работает, если вы, например, активно используете макияж, там, не знаю, вот там, актриса где-нибудь или ещё что-то. Для нормальной жизни, для моей кожи, по крайней мере, мне не нужно вот эти вот гидрофильные масла, пудры вот эти. Мне как-то вот больше вот умывалка, и мне достаточно. Я потом прохожусь спонжем с мицеллярной водой, например, и у меня чистая кожа. Мне нужна вот такая умывалка. И я нашла её вот в таком вот бренде. Это бренд Suisse. Вот так вот он выглядит. Olive Leaf с салициловой кислотой. Ну, конечно, это в маленьких-маленьких количествах. Натуральная скинкер. Уход за кожей. Датуральная, органик, копейки. Стоит копейки, он стоит, по-моему, 6 долларов у нас в аптеке я взяла. Просто попробовать, ну, господи, ну, думаю, это не работает, пассей, вот этот, французский. Думаю, возьму вот это. Очень классная, это Made in Australia. Если вы где-то увидите, прям берите, не думайте. Может быть, на iHerb эта марка есть. Очень классная. Я посмотрела, у них ещё есть и скраб, у них есть другие умывания разные. То есть у них есть линейка достойная, очень хорошая. За такие деньги я даже вот куплю, куплю ещё. Drunk Elephant прекрасная умывалка. У меня была вот эта вот такая желеобразная, немножко прозрачная. Ну, слушайте, закончилось, закончилось. Захотелось попробовать что-то новое. Я рада, что нашла такую бюджетную, недорогую и действенную умывалку. Дальше, уход. Чем я сейчас пользуюсь? Всё ещё активно сижу на пьяном слоне. Не знаю, это вот уже вторая банка. Это Drunk Elephant сыворотка с витамином С. Я вам её уже показывала, миллион тысяч миллиардов раз. Запатентованная упаковка, не проникает воздух, не проникает свет. Я использовать её стала сейчас не каждый день, а через день. У неё накопительный эффект 72 часа, поэтому я подумала, что сейчас зима. И я подумала, не знаю, может, я зря так подумала, что через день я её буду пользоваться. Классная. Утром я умываюсь умывалкой, вытираю на сухо своё лицо, должно быть лицо сухое. Два пшика наношу на лицо, на веки, на губы, на шею. И потом остатки ещё или ещё добавляю один раз, наношу вот на эти вот зоны рук. Очень хорошее. Очень. Я люблю, да, буду её покупать, наверное, всегда. Мне она нравится. Дальше в пустых баночках один. Это уже новый. Тоже Drunk Elephant Lala Retro крем. Крем из сбитой сливки называется. Он прекрасный. Он, я его люблю, мой муж его любит. Знаете, я даже хотела купить какой-то другой крем. Я люблю экспериментировать. Я хотела купить, может быть, Шантекаль, может быть, Бэр Минералс, может быть, Байтери что-то. Но мой муж сказал, у нас кончился крем, как так? И оказывается, он им тоже пользовался, и он ему очень нравится. Я купила опять такой. Он универсальный, его можно носить и утром, и вечером. Я ношу его и когда утром, и когда вечером. В основном утром, конечно. Вечером у меня сейчас ещё, покажу вам, что. Классный. Он жирный, он впитывается хорошо. Он питает вашу кожу просто на раз, два, три. Вот вы намазали, походили, и всё. И вы трогаете ваше лицо, и оно вам просто как ребёнок. Просто как попа младенца. Там, значит, у нас что? Африканские масла, шесть разных африканских масел. Но, несмотря на это, он не настолько вот маслянистый, не настолько жирный. Он кайфовый. Давайте я вам покажу, как он выглядит. Вот так вот вы нажимаете. Вот выходит вот этот крем. У него очень красивая, приятная, бархатистая консистенция. Ну, не знаю, видно. Я снимаю на телефон. Может быть, не очень видно, но эффект классный. И пахнет он классно. Знаете, ой. Для меня очень важно, чтобы крем хорошо пах. Вот этот пахнет хорошо. Очень хорошо. Дальше я пользуюсь маслами. Маслом я пользуюсь только зимой. И это у меня RMS Beauty. RMS Beauty – это такая органическая марка. Американская, по-моему, да. Вот столько вот я уже использовала. Купила я его в том году. Периодически наносила его летом. Его можно везде наносить. Можно на локти, можно на пятки, можно куда хочешь. Но в основном, конечно, я наношу на лицо. Достаточно совсем немножечко там выдавить вот из этой пипеточки. Здесь все натуральное. Просто органическое, натуральное. Умываю вечером лицо, смываю макияж, наношу тоник. И наношу вот это масло. Все, хожу, балдею. У него специфический запах, но привыкаешь. К нему привыкаешь. Ну, хорошее. Хорошее масло. Если вы любите масла... Я не люблю масло летом. Я не люблю масло, когда, ну, более-менее тепло. А вот сейчас у нас холодно, очень сухой воздух. У нас везде работают не утеплители, а эти. Ну, которые... Господи, я уже вообще... Газовый хитр у нас стоит дома. А на работе у нас работает кондиционер на тепло. Конечно, от этого очень сухая кожа становится. Кожа сохнет. Поэтому масла очень хорошо. Дальше. Когда я не пользуюсь маслом на ночь... Ну, потому что масло, оно уже жирное, уже все, ты идешь с ним спать. На ночь, когда я не пользуюсь маслом, я наношу вот такую слиппинг-маск. Я, наконец-то, купила себе слиппинг-маск Миша. Корейская маска Super Aqua с экстрактом с эссенцией улиток. Ну, естественно, корейская, все с улитками. Но это кайф. Это супер. Многие блогеры про нее говорили. Я была с моей подругой Розой. Мы ездили в район, у нас в Сиднее район, есть такой корейский. Там живут прям, ну, корейцев очень много. И там прям корейский огромный шоппинг-центр. Он потрясающий. Я там какой-то еды накупила. И там вот много-много магазинов именно с корейской косметикой. Я купила маски и купила вот этот вот крем. Маску. Очень классная. Очень классная. Она, знаете, очень водянист. Ну, как бы, она, у нее вот такая текстура кремовая. Видите? Белый такой крем. Когда вы ее наносите, она как будто бы вот в воду превращается. И чуть-чуть даже такой эффект с холодком. Поэтому на ночь очень приятно ею пользоваться. Я ее пользуюсь где-то два раза в неделю, два-три раза в неделю. Мне нравится. Пахнет огурцом почему-то. Пахнет огурцом. Очень приятно. И, по-моему, встаешь, лицо вот просто без заломов. Не сухое. Не скажу, что подтянутое. Не скажу, что там какой-то вау-эффект. Но лицо достаточно отдохнувшее. Главное, увлажненное, напитанное. И вы реально идете утром и уже смело можете встретить новый день. Дальше еще два средства по уходу. Одно из них, вот это вот бестселлер австралийский, это Пау-Пау. Такой вот гель, если кто не знает, это вот в Австралии считается самым-самым-самым-самым. Это пришло из Австралии, сейчас уже во всем мире знают вот этот гель. Вы его можете наносить, это экстракт Папайи. Можете наносить его на губы, это как бальзам. Он очень жирный, очень такой... Как... Сейчас я вам покажу. Ну, очень жирный. Там достаточно совсем, вот видите, достаточно... Такой вот жирный-жирный. Достаточно вот совсем маленькой капельки, если вы, например, на губы его наносите. А производитель этого крема, этого бальзама, говорит, что этот крем-бальзам можно даже на все лицо наносить. Но я что-то сомневаюсь, я бы не рискнула бы наносить его на все лицо. Все-таки он такой специфический. Но если у вас очень и очень сухая кожа, если у вас какие-то сухие, раздраженные участки, то прям намазать и реально помогает. Очень еще хорошо помогает этот бальзам от ожогов. От ожогов просто реально работает. От ожогов, от порезов. Вот вы порезались сильно, нанесли, все. Моментально все у вас останавливается, кровь все засыхает, все восстанавливается очень быстро. Почему я сейчас его показываю? Этот бальзам сейчас холодно, зима, губы конкретно сухие, обветренные. И мы всей семьей им пользуемся. Вот у нас он стоит в нашей комнате, где мы там все кушаем. Вот этот бальзам мы покушали, у нас ужин. Мы садимся там смотреть кино или что-то делать. Мы все мажем все этим бальзамом, мажем губы. Я, мой муж и наш сынок. Хорошая, хорошая вещь. Или на ночь можно тоже его нанести. И утром вы прям встаете, все у вас восстановлено. Вся кожа. Дальше. На данный момент самый мой любимый крем для рук. Это вот такой Cold Cream от Aven. Это крем именно для сухих рук. От холодной погоды. Вы знаете, когда зимой руки обветренные, руки такие вот прям вот покрываются такой паутинкой. Ну, не знаю, у меня вот покрываются иногда, когда они такие пересушенные. Опять-таки от отопления, от вентиляции. Постоянно, когда горячий, теплый воздух идет, кожа вообще сохнет на раз-два-три. Классный крем. Очень хороший. Пахнет мне кефирчиком. Таким вот чем-то кефиром, ряженкой, творожком. Очень классный. Но у него есть одно но. Его нужно очень дозированно наносить. Вот буквально вот столько. Если вы его нанесете чуть больше, он скатывается. Поэтому с ним главное не переборщить. А так прекрасно. Прекрасный крем. Косметика. Косметика я крашусь исключительно для видео в основном. Поэтому в нормальной жизни, как бы в каждодневной. Мой любимчик, моя просто прелесть. Это вот Тача. Вот этот прекрасный, восхитительный праймер. Тача силк канва. Шелковая канва. Вот посмотрите, сколько я уже его израсходовала. Я его наношу вот такой лопаточкой. Вернее не ношу, а я его беру вот этой лопаточкой. Собираю вот этот продукт. Вот тут есть специальная отметка. И потом руками, пальцами разношу его вот так вот в ладошках. Растираю, нагреваю. И потом он превращается в такой вот, как кремовую такая текстуру. И уже наносится на лицо. Реально, как будто вы вот шелковым платком как-то себя вот так вуалью прикрыли. Очень круто. Вот правда. Я знаю, что в России он не представлен, к сожалению, этот бренд, эта марка Тача. Но я думаю, еще все впереди. Она обязательно доедет до России. Потому что, ну она везде уже во всем мире. Это просто вот мастхэв. И блогеры многие показывали. И Джеффри Стар, и Тачи. Самые такие хитовые блогеры. Они все эту Тачу используют. И да. Короче, я желаю, чтобы быстрее, быстрее эта марка доехала до России. Вот у меня этот праймер. И мой Шантекаль крем. Вот это вот Future Skin. На водной основе. Вот это вот крем-желе. Сейчас я вам покажу, вот сколько я уже его израсходовала. Вот он. Он не выливается. У него очень интересная текстура. Его можно наносить и руками, и кистью, и бьюти-блендером. Я наношу пальцами с утра, после того, как уже нанесла свой праймер. Он просто, он ложится сам собой. Его вообще практически, ну его не практически, его вообще не видно на коже. Мне нравится эффект. Вот просто как будто вот у вас выровнен цвет лица. И просто отдохнувшее лицо. Нету эффекта вот, знаете, ну вы не видите, что на вас какое-то средство нанесено. Но для меня это очень-очень важно в повседневной жизни. Для видео, да, для видео я использую другой сейчас тоннельный крем. Шантекаль для видео не очень, к сожалению, подходит. Он слишком легкий, скажем так. А для повседневной жизни он прекрасен. Дальше шантекаль у меня вот этот бронзер в оттенке капри. Я от него балдею, я сейчас в нем, я каждый день его наношу. Я уже без него не могу вообще выходить, потому что мне кажется, что у меня какой-то уставший и не отдохнувший вид. Он вот реально дополняет мой образ. Вот такой у него сводч. Я сейчас вам его сделаю. Видите? Вот такой сводч. Он очень классно тушуется. Он темнее значительно, чем бронзер Терра от Тома Форда. Но для меня вот этот вот больше, наверное, к оттенку моей кожи подходит. Хотя Терра, конечно, это тоже кайф. Я очень люблю бронзер Терра от Тома Форда. Покажу его в пустых баночках в следующих каких-то там видео. Закончился он у меня. Дальше у меня идут румяшки. Румяна для щек. Это тоже шантекаль. Вот такие вот гелевые румяна. Я их показывала уже в каких-то обзорах. Это гель увлажняющий в оттенке Happy. Такой розовый, очень приятный оттенок. Вот так. Сейчас они на мне. Очень так красиво они смотрятся и дают такой немножечко поблескивающий эффект. Вот, видите? И вот тут у меня корзиночка с духами. Это вот последние мои фавориты. И я закругляюсь. Мои фавориты за последний месяц, да? Скажем так. У нас холодно. Я уже не ставлю повторять. У нас зима. И вот этот мой зимний must-have, мой аромат. Один из самых любимых на зиму. Это черные специи от Фредерика Маля. От Мишеля Рудницка. Парфюмер Мишель Рудницка. Это спецовый, горячий, тёплый, очень аромат. Согревает меня. Знаете, как табак... Бывает такой табак нюхательный. Вот я помню, пробовала нюхать табак. Ну, так мне казалось, такой шик. Маленькая была, глупая. И вот когда ты нюхаешь вот этот табак, тебя так сразу пробивает нос. Вот сюда вот в мозг идёт такой волна. Даже не волна, а выстрел такой. Такой вот прям холодно-специевый, очень такой яркий. Прочищается просто всё. Сознание. Вот это вот то же самое. Он настолько мощный, настолько сильный. Обалденный. Обалденный аромат спецовый. Я слышу здесь очень красивую розу, особенно в базе. Он вот, знаете, он как будто бы и мужской, и в то же время один из самых женственных. Такой он невероятно интересный для меня. Мне он очень нравится. Дальше у меня будут два сердца. Это австралийская марка, я уже говорила про неё, Map of the Heart. И это сердце 6, розовое сердце. Оно для меня... Ну вот, когда я все пробовала сердца, это сердце показалось мне наиболее таким носибельным для меня тогда. Сейчас бы я, наверное, взяла бы себе ещё золотое сердце. Оно такое молочное, молочное золото такое. Это зимой, вот сейчас в холодную погоду, раскрылось очень интересно. Здесь меньше табака, здесь меньше нарцисса, здесь меньше каких-то таких странностей. Он раскрылся более как-то железными, стальными нотами. Знаете, как пахнут... Мне сразу вспомнилось московское метро, когда вы едете, когда вы ждёте поезд, и вот пахнет раскалённой шпалой метро, нагретой от вагонов, от их скорости. Вот какой-то такой запах. Очень интересно. Мне показалось очень странно. И вызвало во мне даже какую-то ностальгию. Вот такой вот аромат. С удовольствием его ношу. Короче, могу я этот аромат вам порекомендовать, если вдруг вы захотите приобрести. Он реально подходит и на лето, и на зиму, и раскрывается просто очень-очень по-разному. Дальше я с удовольствием носила в последнее время Мартин Миколев Мон Парфам. Это Мон Парфам, самая-самая первая версия его. Не знаю, он роскошный, женственный, такой вот прям до кончиков ногтей, до кончиков волос воспевает красоту женщины. И как-то вас вот делает еще более красивой, еще более нарядной, еще более плавной, доброй, ну как-то так, красивый аромат. Кто знает, тот, наверное, меня поймет. Кто знаком с этим ароматом. Дальше два Серж Лютена. Естественно, Шерги. Шерги — это мой самый любимый аромат на зиму, на холодный период. Я им согреваюсь, я его ношу дома. Но он, знаете, не знаю, то ли он настоялся у меня, ему уже года два, наверное, он такой стал... стойкий. Я его нанесла тут недавно на ночь, и утром уже после души пришла на работу, и все еще ощущала этот аромат, представляете? В общем, он настоялся так хорошо. Ну, для меня это просто аромат родственная душа, аромат прям вот мой какой-то парфюмерный брат такой. Не знаю, красивый, очень красивый, люблю Шерги. Дальше Жо-де-По. Жо-де-По мне так захотелось, знаете, вот как наркотик. Я вот почувствовала, что мне хочется именно этого аромата. Так странно, вот когда вам хочется что-то такого кислого или сладкого, я говорю там про еду, или вам хочется почитать ту или иную книгу, хотя вы ее там сто раз уже читали, она до дыр уже прочитана. Вот мне так захотелось Жо-де-По, Игры Кожи. Не могу им надышаться, хожу вот последние несколько дней постоянно только в нем. Потрясающий, потрясающий целый день с утра до вечера. Не знаю, что там со мной случилось. И, конечно же, аура. Аура от Мюглер. В любое вообще время суток она меня радует. Она меня вот просто поражает. Я не устану повторять, что аромат необычный, красивый. Да, я к нему уже привыкла. Он мне уже не кажется таким ядовитым и хищным, и там вот эта вот вся история в джунглях. Он уже более как-то сроднился со мной, даже одомашнился, как-то, знаете, и приручить такого вот монстра. Да, он уже прирученный. Довольно-таки стал податливый, неприхотливый. Вот так, такой аромат. Еще один из моих любимцев последнего времени моего. Все, на этом все. Я надеюсь, вам понравился мой обзор. А, еще сериал. Сериал с длинной видео, вы уж меня простите. Сериалы. Я с упоением, я писала на Инстаграме. Мы смотрим сериал The Big C, большая буква R. C и R — это cancer и рак. То есть, понятно, да, мы говорим про заболевание. А несмотря на все это, этот сериал, он, наоборот, пробуждает столько положительных эмоций. Ты хочешь жить. Ты понимаешь, что каждый день — это счастье, это праздник. И ты каждый день должен жить, как ты хочешь, на сто процентов. Ты должен попытаться сделать и выполнить все задуманное. Ты должен радоваться. Ты должен радовать своих близких, окружающих. Ты должен просто жить, жить на полную катушку, потому что всего этого может не быть завтра или там через час. И вот главная героиня, она так живет. Так живет ее семья, ее родственники, ее брат, ее друзья. Я вот сейчас говорю, у меня мурашки. Я настолько поражена этим сериалом, он меня в самое сердце пронзил от смеха до слез. То есть он и трогает, и как-то обалденный. Обалденный. Большая буква «Р». Посмотрите. Плюс, конечно, потрясающий актерский состав. Это вообще выше всяких похвал. И вот недавно Сьюзан Сарандон была приглашенной гостью. И вообще такой большой был сюрприз. Ну, да, хороший. Мы сейчас на третьем сезоне. Там всего, по-моему, четыре сезона. Так что рекомендую. И еще один сериал, совершенно другой, противоположный, черный юмор, нуарный такой вообще, но смешной. Это «Диета Санта-Клариты» с Дрю Берримор и, не помню, как зовут актера, ее партнер обалденный. Там в течение обстоятельств, так или иначе, Дрю Берримор в первой серии превращается в зомби. И вот все вот это крутится и вертится вокруг ее постоянного голода. Ей постоянно нужна кровь. И как они с этим борются, что они делают, как он пытается ей помочь, как они хотят ее вылечить. Это уморительно смешно. Дрю Берримор великолепная, красавица. Просто в роли зомби она потрясающая. Так, еще по фильмам, наверное, все. Ничего такого в сердце не пронзило мое, ничего так не пробралось куда-то в мою душу. Вот сериал, наверное, только вот этот, большая буква «Р». Все, это были мои фавориты. Пишите, пишите, какие у вас были фавориты. Я с удовольствием почитаю. Все, всем спасибо. С вами была Аленка Блок. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok